Тик-ток, тик-ток, обвалился потолок, нас соседи заливают, а мне пофиг. И пуфик. Нет, не пуфик, грязный и мокрый. А чё делать-то? А мне пофиг. В общем, у соседей сверху прорвало трубу. А залило нас. Да ладно бы залило, а потом через час ещё у нас начал по кускам обваливаться потолок. В общем, я звоню в единый диспетчерский центр, рассказываю им ситуацию, что произошло. И они обещают в течение 12 часов с момента регистрации заявки, то есть с этой ночи, 12 часов пройдёт. И они пришлют специалиста, который зафиксирует всё, что у нас произошло. До этого времени мы, в общем, ничего не убираем. И только снимаем контент на тему Тик-ток, тик-ток, обвалился потолок, а мне пофиг. А, кстати, зацените инфоповод, а, друзья? Ну да. Ну, сейчас как бы пока не падает, и пофиг. Ну и пофиг. В любом случае снимем репортаж на тему, а как вообще такие проблемы решаются. Скорее всего, не только у нас такая проблема. Ну, возможно, что и мы не одни такие. Мы не понимаем, как так у людей случаются инфаркты из-за того, что случилась какая-то фигня. Ну, потолок обвалился, всё, айшайма, всё делается. Взаимодействие происходит с разными структурами. В конце концов, и жить с обвалившимся потолком можно. Не, ну а нам пофиг, люди и в худших условиях живут. Ну, а как бы мы можем и с обвалившимся потолком жить, нам пофиг, хорошие декорации будут. Ну, или если нам всё-таки выплатят компенсацию, у нас будет локация с ремонтом. То есть мы пока ждём, когда к нам приедут составить акт о случившемся, ничего не убираем, снимаем, максимальные огласки придаём, чтобы ситуацию никто подпуфить не загрёб. Ха-ха-ха, точно. Повод познакомиться с соседями, с которыми мы не ругались, а поговорили конкретно о проблеме. Ждём всех представителей управляющей компании, ждём журналистов.